Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Все, запись пошла. Не наступай на Сахну. Итак, перед вами команда. Иди сюда. Это мы с Сашей и с его сестренкой, которая держит в данном случае компания. Всем здравствуйте. Значит, Валерия, мы втроем занялись обучением и заодно осенними пересадками. Сегодня 22-е, так, сентября. И после того, чтобы похолодать дальше, 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 обычно к 1 октября у нас уже листья падают, нам опять пообещали жару. И тогда у меня нервы не выдержали, я сказал себе, начинай пересадку по раннеосеннему образцу. Так? Посажены были в апреле, так? Вот, им всем так, мая, июнь, июль. Август, пятый месяц. Ну, пять. И вдруг я выкопал сразу две. Как получилось? А дело в том, что в одной косточке бывает два зародыша. Да, в одной косточке. И мы стали, я сейчас это, поздравил того, кто всадил, вот, с тем, что человек заработает на лишние тысячу рублей. Вот это продаст, будет продано за тысячу. Так? А получилось две по тысяче. Посмотрите, как я копал. Корни целые? Ну, практически, так. Сохранить землю не удалось. Земля здесь рыхлая, пахотная. Значит, последний этап перед посадкой. Что я делаю? Сильнейшую обрезку. Выбираю хорошую почку. Но, больше половины кроны, это осенняя пересадка. Я отрезаю. И больше половины, вот это все, отрезаю. Передаю вам фотоаппарат. Значит, назовем это, то была завязка, обрезка для гостей. А это будет посадка персика для гостей. Поехали. Что, пошло? Да. Персик уникальный. Вот. Знаете, почему? Потому что я выкопал, вместо одного оказалось два. Двух яйцовый. Если говорить, ну, таким, бытовым языком. Так? Теперь. Ну, ты ж кого. Умею выкапывать? Нормально, да? Теперь, значит, раз получилось, вместо одного два, я приготовил две ямы. Посадка практически горизонтальная. Вот. А дальше маленькая хитрость, я расскажу по ходу. Куда он будет смотреть? Здесь все-таки затенение. Вот здесь побольше места. Давайте пусть он смотрит сюда. Смотрите. Поехали. А его не обязательно, как вот, на юг, чтобы там... Да нет, это не от этого зависит. Солнце, оно оттуда выходит, туда заходит. Попробуйте, угадайте, где оптимально. Я на это не смотрю. Вот, смотрите, тут пустоты, да? Видели? Пустоты заполняем. Пустоты заполняем. Самое главное, рук не жалеть. Вот как я смотрю, знаете, не удержусь. На телевизионной фирме. Руки, перчатка. Ну, это ладно, лопаточка. Это люди случайные, из которых сделали ведущими. Симпатичные все. Обаятельные. Но они, как увижу эту лопаточку, они не садоводы. До того смешно. Вот. Это еще не все. Так, где-то здесь. А, это у меня приготовлено. Это приготовлено. Так. Потом сюда сверху еще дерн, 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 дерн. Где-то накопаете в стороне дерна их. Я его еще, ну, тороплю. А, вот это можно использовать. Дайте мне пару дернов. Вот. Это, чтобы можно до конца пахнуть. Ну, и пока этого хватит. Главное, корни, корни защитить. Потом закончу. Потом, потом, потом. Вот. Видите как? Самое главное, вспоминаем, корневая шейка, да? Ну, вот. Вот видите, когда торопишься. Я пометку не сделал, когда выкапывал. Ну, теперь что? Это большой минус, но зато для фильма пригодится, что я подчеркнул, что надо было пятнышко, смотрит на юг. Его нельзя закапывать. Мы будем считать, что это... Я ошибся для того, чтобы лишний раз подчеркнуть. Вот. Во-первых, что и на старуху бывает порука. Так, пока так. Теперь деревяшечку бы найти. Ну, я пока временно, смотрите. Ну, что, например? Вот так вот подложим. Знаете, почему? Потому что нам еще придется его наклонять на зиму. Это все временно. Тут еще потом пообстоятельнее. Смотрите. Тут я замазал торец. У меня сегодня перевозить было так. Вот. Вот так вот. Это... 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 Продолжение следует...